Так, давайте, Денис, прошу, у нас мало времени, немного опаздываем. К Алексею, пожалуйста, подходите, потом задавайте вопросы, потому что вообще тема сложная, много вариантов, есть о чем поговорить. Виртуальная машина 5.0. Всех приветствую еще раз. Хочу вам рассказать о изменениях и улучшениях нашей виртуальной машины. Ну, сначала немножко напомнить, что такое вообще виртуальная машина и зачем она нужна, если кто-то еще не знает. Виртуальная машина – это готовое окружение, на котором вы можете быстро развернуть наши продукты, где будет работать все оптимально, будет работать быстро. Это будет быстро и оптимальная конфигурация, и производительность. Образ машины, готовый образ виртуальной машины у нас 32-битный, а RPM-пакет можно поставить на систему 32 и на 64 бит по вашему желанию, по усмотрению. В момент загрузки система определяет доступное количество оперативной памяти и устанавливает оптимальные настройки MySQL, Apache, PHP. Двухуровневая конфигурация позволяет работать под большими нагрузками. Сегодня у нас есть образ готовый в ВМВ, Microsoft Hyper-V. Сейчас мы готовим образ на Oracle VirtualBox. Вообще эта штука очень много сил экономит. Поднимите руку, кто использует. Очень-очень популярный продукт. И мы видим и стараемся делать его лучше. И на самом деле все динамика развития как раз для того, чтобы с одной стороны снизить требования к оборудованию, снизить требования вам для развертывания кластерных систем. Вот вся пятерка, она про это. Мы говорим виртуальная машина, подразумеваем на самом деле две вещи. Это либо готовый образ, либо RPM. Готовый образ можно скачать с нашего сайта. Он легко разворачивается, не требует какой-то установки. Моментально встает внутрь существующей инфраструктуры на Windows. Соответственно, его проще администрировать. И очень хорошо подходит для тестов. Установка через RPM позволяет, соответственно, поставить на любую систему. Вы не привязаны к железу, не привязаны к конкретному хостеру. Вы можете выбрать любого хостера, у которого есть CentOS. И отсюда, соответственно, преимущество. Он не использует прослойку виртуализации, но и недостаток в том, что несколько сложнее это. И подходит для продакшен. Он, в общем-то, тоже не очень сложный. Вы запускаете скрипт установки, и через короткое время получите готовую систему. Он глубоких знаний администрирования тоже не требует. Если вы не уверены в правильности настройки вашего сайта, корпортала, напоминаю, что у нас есть страница проверки системы. Для корпоративного портала есть отдельная вкладка, которая проверяет настройки именно для корпортала. А вкладка тестирования конфигурации проверяет общие настройки сервера максимальным образом, чтобы проверить совместимость с продуктом. Кто столкнулся с уведомлением в публичной части о том, что портал настроен неправильно? Зеленого ошибок не выявлено. А, верхняя полоска. Ну, это отдельный разговор. Она будет красная. Может, что-то не сильно нервировать вас. Изначально просто эта полоска была спроектирована как зеленая, красной просто не было. Она будет красной. Когда дошло до продакшена, она стала другого цвета. Окей. На самом деле, вот то, что вы подняли руку, и виртуальная машина для корпортала одна из целей снизить, вернее, повысить качество эксплуатации. Клиенты жаловались, что продукт работает неправильно. Мы говорим, вроде есть виртуальная машина, и все равно оказывалось много нюансов неработающих. Вот этот тест оказался очень продуктивным. Ну, что там далеко ходить? Мы на своем портале выявили, что у нас там неправильно индексировался документ. Время прошло, что-то перенастроили. Очень помогает этот тест. Ну, дальше идем. Ну, и теперь самые интересные новинки версии 5.0. Самое заметное изменение, конечно, в буквальном смысле, это визуальный интерфейс. Теперь можно будет управлять. Теперь уже не можно будет, можно сейчас управлять машиной 5.0 версии через веб-интерфейс. Для этого устанавливается модуль масштабирования, и непосредственно из административной части вашего сайта вы можете менять основные настройки машины, и не только это. Я об этом буду говорить чуть ниже, подробнее. Мы сделали и делаем сейчас, продолжаем большую работу для интеграции с хостингом, чтобы развернуть на хостинге машину и дальше ее поддерживать было еще проще. Мы сделали возможность управления несколькими серверами из одной панели. Теперь вам не надо заходить в меню каждой машины, и вообще на несколько машин, если у вас несколько машин в кластере, вы открываете административный интерфейс вашего сайта, и можете здесь управлять и настройками машины, и масштабированием, и переключать роли с одной машины на другую. Подробнее я сейчас расскажу об этом. А ролики есть у тебя? Ролик. Ну давай, окей. Сейчас будет, должен быть. Консольное меню, оно в общем-то осталось, немножко модифицировалось, но осталось меню машины. А, то есть если зайти, мы все-таки консольное меню. Да, консольное меню остается, но сегодня оно уже не является такой приоритетным, таким как раньше. Это сейчас скорее такой вариант, когда у вас все упало, у вас уже не работает, ну скажем, экстренный случай. Вы все равно можете зайти, веб-часть не работает, можете зайти через консоль к своей машине и выполнить какие-то административные действия. Тут есть перезагрузка машины, перезагрузка базовых сервисов, и это в общем-то может решить большую часть проблем. И соответственно, вы видите, это же меню у нас теперь дублируется в административной части. Причем мы сюда вынесли такие важные административные вещи, как, например, обновление битрикс-окружения. Вообще это достаточно опасная операция, мы ее обсуждали внутри, можно ли это выносить наружу, но не побоялись это сделать. И если вы не будете модифицировать наше окружение, то здесь не должно быть никаких проблем. В машину вы запускаете обновление, у вас фактически происходит обновление всей вашей системы, причем это происходит в асинхронном режиме, то есть веб-интерфейс не привязан к этому обновлению. Вы можете уйти с этой страницы, обновление будет все равно проходить, потом открыть эту страницу, она вам сообщит о том, что там есть какой-то фоновый процесс и не даст запустить какую-то операцию, которая может вызвать какой-то конфликт и нарушить работу системы. Я хочу подчеркнуть, что вообще произошла очень большая трансформация. Раньше продукт ничего не мог сказать, ничего не знал о том, на чем он работает, в каких условиях, и из него нельзя было никак масштабироваться. То есть вы должны были отойти в сторону и где-то там внутри что-то помудрить для того, чтобы масштабировать. Сейчас из самого продукта вы видите один, два и более серверов. Вы можете масштабировать свой проект на несколько серверов и выполнять те действия, которые раньше были только в консоли, выполнять их отсюда. Если я не ошибаюсь, со стандарта модуль масштабирования включается. Да, стандарт и выше. То есть по сути во все редакции включается модуль масштабирования и позволяет вам значительно проще управлять. Мы дальше расскажем, куда вообще все это движется. У нас чуть маловато времени, давайте по порядку. Ну вот важный момент тоже хочу отметить, что отдельная страница, здесь же этот модуль нам предоставляет, это информация о мониторинге. У нас мониторинг раньше был, но надо было входить куда-то с каким-то паролем. Здесь вы зашли под администратором на сайт и вы видите жизненное состояние вашего сервера в динамике. Ну вот сейчас сложные операции, которые раньше делались у нас, нужно было делать, в принципе, привлекая какого-то серьезного специалиста, чтобы вынести базу на отдельный сервер. Кто это делал, наверное, знает, что это достаточно серьезная, сложная операция. То сейчас это, в общем-то, делается из административной части, буквально в несколько кликов. Если у вас есть второй сервер, вы добавляете его в режиме slave базы сначала, после этого происходит автоматическое копирование и перенастройка продукта таким образом, что он уже начинает работать после этого с двумя базами. Они сами синхронизируются, сами настраиваются правильным образом. И после этого вы можете переключить, изменить роль этой базы как мастер. Опять же, в автоматическом режиме происходят очень сложные вещи. И у вас, можно сказать, на живом проекте будет переключение проходить на вторую базу. И что еще важно, после этого мы можем увидеть, что в настройке модуля веб-кластер мы уже видим корректную настройку баз данных. Соответственно, распределена нагрузка, так что на slave идут у нас все запросы на выборку, на мастер идет запись. Фактически происходит интеграция самого продукта, модуля веб-кластера и окружения. Ранее довольно сложно было производить подключение серверов. Вот в данном случае мастер-слейв. Через веб-интерфейс добавляем slave. Он, помимо того, что выполнит конфигурирование этих машин, запишет эту машину, еще и проведет необходимые настройки в модуле веб-кластера. И тем самым распараллелит нагрузку между двумя серверами. Запись пошла на один, чтение на другой. Потом уже можно зайти, например, в модуле веб-кластера и выполнить соответствующее конфигурирование. Немного страшновато звучит, но вспомните, что в редакции бизнес сегодня есть модуль веб-кластера. Попробуйте на пятерке развернуть его. Чтобы поэкспериментировать, делайте 2-3 виртуальных машины и экспериментируйте с ними, с разделением, с кластеризацией и так далее. Вы посмотрите, насколько все красиво получается. Да, это на самом деле очень просто. Я все вот эти скриншоты готовил сегодня на ноутбуке. Просто запустил 2 виртуальных машины и прям сам проделал все эти действия. И вы можете сделать то же самое. Только единственное, почему я отказался от демонстрации из-за формата времени. Что все эти операции, они могут занимать какое-то время, копирование базы данных, формат презентации не очень подходит для этого. Аналогично происходит с веб-сервером. У вас есть вторая машина, добавляете роль веб-сервера, после этого происходят достаточно сложные операции по синхронизации файлов. Включается сразу автоматическая синхронизация файлов на двух машинах, переносится хранение сессий в базу данных и перенастраивается балансировщик на основной машине, что в общем достаточно нетривиальная задача, если делать это руками. Когда я это делал, специально посмотрел в логин своей второй машины, сразу пошли запросы на вторую машину. То есть нагрузка распределилась на первую, на вторую машину, а соответственно в модуле веб-кластера мы получаем уже информацию о двух веб-серверах. Между серверами будет установлен C-Sync, они начнут синхронизировать файлы и работать между ними. Мы сейчас активно обсуждаем вариант, когда будет еще одна роль, облачные файлы, и вы сможете подключить облачные файлы, потому что два сервера C-Sync нормально, ну три. А вообще, если вы хотите сделать группировку большой, то вам нужно файлы подкинуть в облачные. И тогда вы сможете подключить облачные хранилища, раскидать файлы и включить балансировку уже на большее количество серверов. У нас относительно недавно появилась поддержка поиска Sphinx в продукте. Уже сейчас это все в коробке работает в виртуальной машине. Также вы включаете просто роль Sphinx. Это можно сделать, как на вашем основном сервере, можно сделать на внешнем сервере, если вы хотите снять нагрузку. После этого машина включает сервис, который там уже был, но не работал просто с целью экономии ресурсов. После этого он подключается в автозагрузку, система вам предлагает все переиндексировать. После этого вы опять же получаете готовую настроенную систему из коробки буквально в два клика. И это фактически так работает. И вот теперь запускается видео. Запускается видео. Не запускается, да, видео? Юр. Юр. Техподдержка требуется. Видео есть в отдельном фоне. Именно в его презентациях. Ну, не получилось. Давай немножко, раз не получилось на видео, попробуем здесь прокомментировать. Смотрите, первая машина, первая машина, она включает в себя все роли. Оп. Подожди. В том числе балансировщик. Юр. С рабочим столом. Апач, мэм, кэш, сфинкс. Она все в себя включает. И выключает. Ну что ж. Ну уже оставьте, я на чем-нибудь расскажу. Ну ладно. Не получилось. Давай уже не будем. Если до этого не получилось, то, скорее всего, не получится. Так. Вау, видео. По умолчанию ни одного сервера нет. То есть продукт еще не знает. Вы подключили первый сервер, это он как бы сам себя добавил. Фактически вы дальше управляете. Вот это есть такое понятие, как роль управления серверами. Здесь ребята показывают основные функции. Вот то, что мы делали через контекстное меню. Идеальный, конечно, вариант, когда, собственно, система мониторинга позволяет вам быстро видеть проблему. Конечно, мы идем к тому, чтобы продукт вам сам говорил, что-то у вас база перегружена, добавьте еще один сервер. И вы раз и добавили его, купив его, например, у компании Rusonix. Но мы сейчас до этого дойдем. Ну, давайте дальше. Это уже ролик закончился, Юр. Листаем. Следующий. Вот идет добавление нового сервера. Подчеркнем, что вообще-то может быть и внутри этого дата-центра, и внутри следующего дата-центра. То есть хотим прийти к тому, что вы сможете в перспективе строить географический веб-кластер. Здесь мы по IP-шнику добавляем, но в принципе вот следующий шаг будет как раз в том, что прямо в диалоге вы эту машину выбираете у своего провайдера. Сейчас вот как раз после этого завершения этой презентации во втором зале будет мастер-класс Rusonix, и они вам покажут секретную вещь, которую мы в перспективе собираемся выпустить. Когда вот это вот, собственно, добавление нового сервера, происходит выбор предложений от серверов, которые есть у Rusonix, например, в данном случае. Это могут быть другие хостинг-провайдеры, но компания будет Rusonix показывать. Вы выбираете сервер, тут же его добавляете, масштабируете. То есть в моем таком сценарии, который бы хотелось в дальнейшем построить, чтобы начиная с одного сервера вы могли построить кластерную группу, сделать отказоустойчивую систему и масштабировать ее в зависимости от той нагрузки, которая необходима. Ну вот, собственно, сервера здесь. Давайте не будем уже детально эти ролики описывать. Ну вот, собственно, добавление слейва. Смотрите, в момент добавления слейва он подключается к базе, синхронизирует базу, полностью совмещается и готов к тому, чтобы его переключить мастером. То есть вы можете переключать уже дальше конфигурацию. Юр, давай дальше листим. Важный момент, который я хочу сказать. На этом видео показано, он вам предлагает сделать резервную копию, нажимается отмена, никогда так не делайте. Делайте обязательно резервную копию. Вообще это важный вопрос, согласен. Когда впервые запустили этот сценарий, Саша Демидов с ужасом смотрел на этот ролик, потому что с каждым из нас видеть, как на глазах добавляется мастер-слейв и мастер вдруг переключается, вообще-то страшновато. Так, ну верни нас в презентацию. Давайте посмотрим завершение презентации Дениса. Ну не отсюда, погоди, погоди. Подними вверх. Ну давай вот требования для работы, котята там какие-то. Да, вот это был ролик. Это был ролик, поехали дальше. Да, ну и вот теперь, что значит требуется для разворачивания и для того, чтобы вы сами могли поиграть с этим совсем. Это все… Да, я сейчас обратил внимание, что на Маке навыки администрирования Linux не зачеркнуты, показывают, как было в моей презентации. На самом деле первая строчка зачеркнута, они уже вам не так нужны сейчас, только на этапе установки. Теперь вы берете виртуальную машину версии 5.0, она сейчас доступна в репозитариях. Если у вас есть установленная машина 4.3, через UmeUpdate вы можете получить пятую версию машины. И модуль управления масштабированием, как уже говорили, доступен в редакции стандарта и выше. Устанавливаете его, ставите еще одну виртуальную машину и можете пробовать все это реально. Вообще, конечно, еще и волшебство, то что 4.3, например, обновляется на 5. И дальше пятерки обновляются. Это отдельная большая работа. Поехали, у нас мало времени. Давай долистаем. Интеграция в инфраструктуру. Фактически речь идет о том, что мы разрабатываем готовые API, которые будут прописаны и стандартизованы. И, соответственно, хостинг-компании могут выполнить провайдеры, соответствующие этому API. Виртуальная машина обращается к ним, в каком бы вы хостинг-центре не работали, получает, например, списки серверов, которые можно получить. Список под Sphinx, список под базу. Вы выбираете эту машину, подключаете, она включается автоматически в веб-кластер, и дальше вы сможете ее создавать. Давай полистаем и двинемся дальше. Ну, вот, собственно, примеры того, как это может быть. Также из панели нажимаете добавить машину, появляется провайдер и те возможности, которые у вас есть для подключения. Например, здесь они предлагают битрикс окружение, может быть там цена указана, либо какие-то еще детали. Вот вы выбираете эту машину, она вам, например, нужна для веба. Все вот эти конфигурации, они формируются вашими скриптами на лету, то есть это никуда не зашито. Это в реальном времени может предлагаться из того, что сейчас есть в наличии. Соответственно, информация возвращается пользователю об успешном создании или в случае какой-то нештатной ситуации. Ну, все-таки это же будет билиться. То есть вы же выбрали машину, и вам говорят, да, она вам будет включена, например, в конце месяца в счет. Собственно, дальше попадают сервера, которые вы приобрели. Поехали. Давайте мы все это оставим на мастер-класс. Собственно, сейчас давайте еще раз анонсируем. Вот на втором этаже, вот вы, собственно, туда за Светланой можете двигаться, если хотите посмотреть мастер-класс компании Rusonics о том, как будет происходить, собственно, масштабирование с пятеркой. Весь этот проект в полном комплекте мы представим вам в 15-й версии по масштабированию. Все верно? У тебя еще слайды есть там? Все. Давайте несколько вопросов Денису и пойдем дальше. Ваня, давай быстрее. Вопрос из онлайна. Если сделать бэкап буса на виртуальной машине 4, можно поднять его на пятерке? Бус, конечно, можно поднять. Конечно, штатный механизм резервного копирования позволяет переносить куда угодно. Битрикс. Можно, да? Да, на видео все прекрасно работает, отлично, но почему-то в работе на Амазоне какая-то головная боль. В Амазоне? Да, в Амазоне. Какая-то головная боль. Немножко предыстории буквально. Ой, у вас, я понимаю, будет небыстрый вопрос. Ну как небыстрый? Я постараюсь побыстрее. Вы предыстория? Мы, к сожалению, опаздываем по времени. Я не потому что не хочу ответить на вопрос. Скажите, Ёмка, я так понял, что с Амазоном, мы до этого говорили, возникла проблема со сценарием. То есть они не работали. Там несколько проблем. Во-первых, не активируется мониторинг. Ну просто Nginx падает. А мы образ обновляли в Амазоне, да, Мишный? Ну там до 15-й версии обновляется только через Юм апдейт. До 15-й, до пятерки. То есть ставится четверка, и после нее пятерка. Мы не обновляли еще Мишный образ. Пятерка у нас еще нет готового образа. Она сейчас у нас в финальной стадии. Есть в репозитариях, но образа нету и самой машины пока готова. Ну вообще, конечно, в этом сценарии, особенно с интеграцией с инфраструктурой, хочется добиться варианта, когда запущенный продукт в Амазоне позволял бы вам под вашим аккаунтом выбирать железо. Чтобы вы прямо вот в этом мониторинге выбирали, например, дополнительный сервер. Он вам взял его через API Амазона, добавил. Вы выбрали вот такой тип от базы данных. Он вам его взял, синхронизировал и выполнил. Может быть, мы когда-то дойдем до сценария, когда и балансировщик будет подцепляться, амазоновский, и автоскейлинг будет вебовский. Это было бы, конечно, красота. Но все, в общем, к этому идет. Я могу просто после презентации подойти и рассказать, что конкретно не так. Да, 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 очень бы хотелось. Давайте последний вопрос. Здравствуйте. Николай, компания Sotbit. Такой вопрос. Отличная штука, прям очень радует. Но вот будет ли техподдержка отвечать на вопросы, связанные с виртуальной машиной? Сейчас они говорят, что администрированием мы не занимаемся. Но вот возникают вопросы, казалось бы, стандартные. И нужно искать администратора. То есть если бы был человек, это ускорило бы внедрение. Для нас, например… Что думаешь, Денис? Смотрите, вопрос с поддержкой машины, он у нас, в принципе, нам понятен, но вам не всегда бывает понятен. Есть понятие виртуальная машина в том виде, в котором мы ее поставляем. И в том виде оно все должно работать, и все наши продукты должны работать. Но в вопросах настройки и доработки этой виртуальной машины, когда это происходит уже руками. Это уже сильно другой вопрос. Здесь мы не можем лезть и давать какие-то советы по администрированию. Например, такой ответ я получил от отстройки почты, чтобы почта уходила и авторизовывалась с mail.ru. Ответ был нет, решайте сами вопросы эти. То есть это функционал есть, там жмешь один, но он у нас не работал, авторизация не проходила. Коллеги, к сожалению, мы опаздываем. Я понимаю вопрос, Денис, пожалуйста, обсудите его отдельно. Спасибо большое, Денис, за презентацию и за виртуальную машину.